Привет, тащеры! Хочу поделиться своим личным опытом и рассказать, как проще пройти спецоперацию ограбления, забрав максимальную награду. И на что обратить внимание в первую очередь. Погнали! На самом деле ничего сложного практически нет. Единственная сложность заключается в поиске толкового напарника, на которого можно положиться. Спецоперация рассчитана на двух бойцов, поэтому если один из игроков будет халявить, то второму придется не сладко. Поэтому рекомендую первым делом запастись знаками возвращения, даже если вы уверены в своих силах. Чтобы забрать максимальную награду, необходимо пройти спецоперацию за 23,5 минуты. Скорость прохождения зависит в основном от того, как быстро вы будете уничтожать волны. Следующая волна не начнется, пока вы не уничтожите всех ботов на предыдущей. Забегу вперед и скажу сразу, что мы с Акланом без труда прошли 3 захода подряд. Один раз за 21,5 минуту и два раза за 23 минуты. Так как мы экспериментировали с классами и тактиками. И даже один раз получилось пройти без смертей. Итак, давайте начнем с подготовки к ограблению. Про толкового напарника я уже сказал. Про знаки возвращения тоже. Не сказал, что желательно иметь микрофон и пользоваться голосовым чатом. Или другими программами для связи. Снаряжение необходимо с регенерацией ХП и брони. Об этом подробнее расскажу позже. Классы и оружие? Здесь смотрите сами, каким классом вам удобнее. Понятно, что если есть инженер и медик, то вроде бы больше шансов не погибнуть. Но зачастую во время волн просто нет времени лечить напарника. Можно разве что накинуть брони или здоровье себе самому. А если команда состоит из двух штурмовиков с хорошими пулеметами, то получается волны уничтожать быстрее. Что опять же экономит время и повышает шансы на быстрое прохождение. В общем, штурмовику лучше взять хороший пулемет. Из топовых это МГ-5 или Стонер. Инженеру тоже желательно взять пушку с большим боезапасом. Для медика топовым выбором будет Ориджин. Или другой дробовик с хорошей точностью, дальнобойностью и большим количеством патронов. Если идете снайпером, то безусловно нужно брать какую-нибудь полуавтоматическую винтовку. Кстати, на ноль я прошел инженером в команде с медиком. Но из-за частых перезарядок не хватало патронов и прошли за 23 минуты. А штурмовиками без напряга получилось пробежать за 21 минуту. Естественно, результат еще можно улучшить. К слову, снайперам и инженерам тоже получилось пройти на время. Но, признаюсь, было тяжко. Перейдем к выбору брони. Как я уже сказал, броня должна быть с хорошей регенерацией. И, возможно, боевой комплект и шлем лидер имеют самый быстрый реген. Но мне показалось, что сет Блэквуд более надежный вариант. Дело в том, что на уровнях довольно много гранатометчиков. Да и в целом пули летят со всех сторон. А Блэквуд обладает большей защитой, впитыванием урона за попадание и защитой от взрывов. Если кто еще не знает, то снаряжение Блэквуд можно купить в игровом магазине не только за кредиты, но и за короны. Выбор за вами. Но помните, самое главное при выборе снаряжения – хорошая защита на каждом элементе и регенерация брони и здоровья. Также будут не лишним перчатки или сет бонус, ускоряющий перезарядку. Теперь подробнее о самих волнах. Они чередуются. Сперва вы ползете по канатам и отстреливаетесь. Затем ждете, пока резак взломает хранилище. И опять же отстреливаетесь. Поскольку вас будет двое, заранее поделите стороны обороны. Кто слева, кто справа. При подъеме по канатам зачищайте этажи как можно быстрее. Пока жив хоть один бот, ползти выше не получится. Если первый подъем проходится легко, то выше боты становятся опаснее. Будьте осторожны и при необходимости спускайтесь ниже, чтобы восстановить броню и здоровье. Поднявшись в зал с хранилищем, оптимальным вариантом будет находиться рядом с резаком, чтобы успевать подбегать к нему, когда он перегрелся, и перезагружать. Кстати, лучше сразу договориться, кто будет ответственным за перезагрузку резака, чтобы не ломануться к нему одновременно. Волны на уровнях с резаком бывают нескольких видов, и некоторые запускаются в рандомном порядке. Большинство из них это, когда противники идут из центра или по бокам, а также появляются на балконах. Здесь само собой садитесь за укрытие у резака, и каждый уничтожает ботов со своей стороны, включая верхние балконы и появившиеся турели. Есть волны, когда охрана хранилища идет только с одной стороны, но на верхах появляется с обеих сторон. В этом случае лучше поделиться так. Один боец, сидя за укрытием, не подпускает ботов к вашей позиции, а второй контролирует верха и помогает отстреливать ботов в конце зала. Последняя волна всегда с мини-боссом. Это может быть вертолет или джиггернаут. Если вертолет, то, понятное дело, дамажите по нему все вместе, или делите обязанности. Один дамажит исключительно вертолет, а второй контролирует появившихся ботов. С джиггернаутом лучше поступить так же. Один разбирается с джагой, второй с ботами. Если все получилось, заходите в хранилище, устанавливайте заряды и быстро сваливайте канатом, чтобы подняться выше. Деньги не берите, их сбор только тратит время и ничего не дает. По крайней мере так было на ПТС. Если ситуация изменится, то я оставлю закрепленный комментарий с поправками. Перед последним этапом смотрите короткую К-сцену и поднимаетесь на крышу. Вам останется убить двух новых джиггернаутов, попутно отстреливаясь от небольшого количества ботов и турелей, появляющихся по одной. Новые джиггернауты довольно часто перезаряжаются. Просто аккуратно агрите их и во время перезарядки стреляйте в блок на спине. Эффективнее и безопаснее, как мне показалось, каждому бойцу заагрить на себя по одному джиггернауту. Ну или хотя бы один из бойцов должен отвлекать на себя второго джиггу, чтобы он не мешал разобраться с первым. В целом, ничего сложного, миссия пройдена. Надеюсь, видео будет полезно особенно новым игрокам. А если вы опытный боец, знающий другие лайфхаки, которые помогут в прохождении, расскажите о них в комментариях. Кстати, в этой спецоперации есть пара пасхалок. Одна с секретным достижением и другая с появлением арахнидов вместо охранников. В описании я оставлю ссылки на мои ролики и ролики с канала Кубника, где показано, как их активировать. Пользуйтесь. Кроме того, есть еще одна пасхалка. Если вы достаточно быстро пройдете несколько этапов, то на одном из этажей появится голограмма с бойцами Warface. На этом все. До встречи на полях сражений. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok